здравствуйте дорогие друзья с вами доктор труф и это продолжение видео обзора фракций на мод готика тут у хроника офф мертана версия 213 и сегодня мы посмотрим сегодня 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 мы посмотрим на кланы нормара третья фракция то моды я знаю что в версии 215 там кого-то и помогут этих нет парней там каких там порезаны какие-то фракции вот 215 но к сожалению русификатора на 215 пока нет вот а с английским у меня не особо good но good но не good короче говоря поэтому я решил пока не мучиться продолжать обзор фракции вот по этой версии вот когда выйдет русификатор на 215 продолжим же 215 вот особых там изменения особо нет то есть там такие чисто косметического плана и какого-то баланс или рэбаланс вот значит планы more вот нормар суровая заснеженная местность на севере материка из-за обилия диких зверей от фалков до троллей здесь превосходное место для охоты однако малопригодная для жизни и очень опасная для путника тем не менее в этих местах живут не только звери но и люди ну и орки собственно то что взять обитают они в трех кланах каждый из которых имеет свою специализацию в каком-либо деле в клане волка лучшие охотники следопыты в нордморе научившиеся приручать снежных волков для охоты такие молодцы в клане молота славятся наш товарищи своими старателями и кузнецами мастер-кузнец и рудоплав ингвар был учителем многих других нордморских кузнецов колана ларсона петара и штейнера и может быть даже немножечко и швайнштайнера и прочих не менее известных мастеров наковальни клан огня собственно третий клан знаменит своими воинами также согласно легенде первым королем мертаны был выходец из клана огня собственно основного когда-то бывшим магом воды акаши бедняга бедняга акаши боже как тебя так назвали то господи как же тебя дразнили то в школе магов то интересно каждый после гибели древней цивилизации в варанте переселился в форму и научил его жителей вере и носа хорошего бога помимо всего прочего в нордморе есть магические плави магическая плавильня какой-то оксюмарон прозвучал магическое плавили единственное место в мире где можно делать самые чистые заготовки из магические руды а понятно понятно находится на неподалеку от клана молота но была захвачена орками собственно там наш большой город я даже знаю где на прошлом видео город орков как раз видимо занят его магическое плавили заняты как и многие другие земли нордмора однако оккупировать нордморские территории полностью орки не сумели играть я думаю хардов будет до хоть оставшиеся жители миртан и обитатели нормы и считают орков общим врагом но странники из старого королевства не особо приветствуются поскольку до великой орочи войны нордмор был захвачен армии собственно короля и как бы смертана это у них свои там счеты все кланы нордмора должны объединиться перед лицом общего врага чтобы раз и навсегда подарить нордмору свободу мир и процветания прям таки левяхте и так далее миртана может стать ценным союзником в войне против орков однако не стоит сильно полагаться на срединное королевство так как их король случае полной победы над орками следующей целью своих завоеваний может выбрать именно нордмор не стоит повторять ошибки прошлого об этом надо сказать сука всем нашим блять политикам и вообще так уж поехали 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 нам нужно 44 области забрать глянем мультик ребят посмотрите хорошо а я мультик смотреть не хочу так подожди 30 секунд это я помню да это вот версия 213 там 215 другое 215 уже по моему работает фермы фермы работают так вот тут я уже все понятно сегодня все понятно вот готика в данном случае нордмор надо посмотрим что нам надо не наемники нет нет ни кланы норма нордморцы контролирует все свои поселения за пределами кланов у нордморов нордморцев нет власти однако орки захватили все перевалы переходы а дикие северные звери нападают на маленькие отряды жителям севера необходимо отбить шахту клана молота шахту клана молота собственно занять лагерь орков лагеря я даже сказал а традиционный также имеет смысл помочь своим давним союзникам мертанцев движение повстанцев нуждается вашей помощи ведь вы служите одному богу и носу ну не верю я что-то мертаном так данной версии вот к сожалению мод не работает но ничего ничего на уже есть версии 215 короче я уже как я уже говорил ранее осталось положить модификатора для нас не говорящих по-немецки например по-английски так герой нашего времени вот наш ггм ансгар значит у них такие войны как ансгар но встречаются крайне редко сильный как бизон быстрый как бог высокомерный как паладин когда он ради забавы охотился на целые отряды орков но сейчас он бросил это дело и занялся поисками короче запил в общем древних могил нордмора забухал братан короче несмотря на то что ансгар не может вам помочь сражение версиях он значит снабдить вам может вам помочь своими как умение это мы уже помним до этого я говорил что он может дать зелье значит магом генералом значит всякие разные броники сюда станет руду и так далее как опытный охотник он может охотиться и продавать свои трофеи с более мощными луками может охотиться на более мощных товарищей и так далее для того чтобы все было хорошо нужно кузнецы и молоты и все остальные друзья в общем тут все ясно кажется я об этом говорил да что может достать а что-то ли то-то там кого бильяра артефакты значит глаза до носа или даже жопу и носа в общем короче он в общем это все все понятно так здесь вроде все не помню что там нужно как какая-то фигня нужно так для нордмора конкретная чтобы чтобы ему качаться он где-то должен находиться не суть этом потом разберемся новый клан нордмора хотите ли вы иметь возможность найти и восстановить древний клан нордморцев конечно блять хочу возможно какой-то квест для нашего гг вот он кстати ищите разрушенный клан ждите линия судьбы сама укажет вам путь затерянному клану вот видимо наш братан вот он до асгар выйдет запой и пойдет искать старый клан по сводке новостей у нас значит обучение торальд это я так понимаю это наш лазутчик ну да то что мы говорили он может лазутчик может обучаться значит в лавке торговцев если он постоит ходе кто получит очки движения таланта агента получат казармия личная безопасность получит кузницы и дальность видимости дальность видимости да он получит хижине охотника если потусить немного и у нас вот альтус это значит какой-то у нас полководец затусит здесь армия полностью снабжена эта армия имеет достаточный запас находиться в 8 ходов на иностранной территории и 16 на свои вот тут не все так просто да видите то есть как бы можно тусить на своей территории вообще вне гарнизона находим столько ходов на иностранные значит только ходов поменьше конечно делал да в любом случае нужно снабжение фураж блин жестко жестко друзья я не знал что здесь есть такая тема из я помню такую такую штуку я помню в булатные стали и то есть булатки булатки это я здесь нос фура фураж для армии это кстати очень круто ну как бы я считаю что это это как минимум более реалистично и правильно что может жестить и не нужно в этом плане что там только три хода находиться это же наверно слишком жестко а вот там 8 16 ходов ну да наверное это нормально для похода то что иногда подбешивать дико вообще какой-нибудь долбаклюй да и на иностранных хотел сказать на стране тоже побежал какой-нибудь вражеский юнитиц юнит маленький там один-два отряда такие покоцаны наполовину и они там ходят по твоей территории где-нибудь жопки там и там начинают всякие библи производить разные диверсии особенно вот бесило меня в империи наполеоне собственно это бесит и ну медивы ли такого мало но все равно все равно если в меди тоже второй и есть такой такой момент что там где-то бегают вообще бесит короче такие а тут видите фураж то есть а у нас оба не побегает он с голода сдохнет вообще без фуража вот так вот ну что ж давайте глянем что у нас тут понимаешь по деньгам по деньгам у нас все очень плохо здесь со светом тут очень плохо все до казноправитель 3 800 не помню хорошо это или плохо по другим но у нас как бы баланс положительный хотя бы не торговли не сельского хозяйства у ком нету налоги тоже слабый коррупции нету но это видимо временный момент короче с деньгами не фонтан не фонтан егорович не фонтан егорович хуй так дипломатия у нас враждан со всеми классическими товарищами ну классическими я имею ввиду губленов бандитов и нежить и орки собственно до которые захватили по моему вот это как раз куда шахта клана молота и здесь находится как раз это вот мега кузница которая кует мега вещи магические из магические руды естественно ее надо вернуть первым делом но здесь в банке сидят их много здесь много орбских банков не знаю как она реализована кстати давайте попробуем и я искать осадное орудие есть можешь попробовать бабахнуть так сказать сейчас мы попробуем бабахнуть да под но и потом в конце обзора устроим штурм клана шахты и поглянем что там с картой тактической например да так никакого генеологического деревца у нас нету наш нам нужно захватить 44 области у нас всего 44 города собственно три города один замок 4 области у нас да 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 вот в городе все спокойно занимается и строится это значит лагировка понятно вот это замок до монастырь я бы даже сказал и в монастыре какие-то убер парня пешие мертонийские паладины почему-то мы можем их нанимать я не знаю почему ну и да ладненько не серьезно не понимаю почему бы их нанимать но не суть у нас значит есть хотя возможно потому что мы поклоняемся богу и носа и а эти парняги они как бы единоверцы может как наемники нам присутствует но это замок это замок на замок это монастырь данном случае да у нас какой-то сидит тусям тусит тусит парень значит путь губернатор косяк пошел по пути торговцы юмой тут каждый что-то куда-то в карта нормара армия полностью снабжена это понятно готов к действию ясно значит лояльный вот путь губернатора смотрите да это человек пошел по пути торговцы чек имеющий поздно база не в экономике может хорошо проект своим городом город подбрались сама такого человека быстро разбогатеть так верно что этого хера этого замечательного хера на тащить какой-нибудь город например вот типа вот в этот да в клан молота или даже клан волка в клан волка чтобы там типа тусовал предположим как как губернатор а вот этого парнягу выведем глянем да на этого немецкого чувачка он путь война вот его наоборот как бы тусить блин вот это вот вот это порадует вот это интересно прям реально ребят это круто мне нравится такой маленькая нововведение был приятность потом было во всех грубо говоря модов которые обозреваю прохожу вот на мете вторую что просто не просто там какой-то генерал которого кидаешь губернатор мы смотришь не но он не фонтан как губернатором зато давать тогда в поле выходе а тут прям конкретно вот этот у вас учился в экономической школе блять разбирается наш в шахтах и так далее условия смотрите даже навык дальше получать может условия для получения следующего навыка рынок шахта порт или дороги то есть стоишь чик че возьмем есть про три процента шанс что он получит следующий новый губернатор будет еще пизде управлять городом это круто у него подавление коррупции 5 процентов идет и повышение дохода от налогов два процента неплохо прям реально неплохо неплохие такие чисто немецкие такие микро менеджментские такие навыки такие маленькие нюансики прикольные мне это нравится прям реально нравится вот тут а там какой-то он вождь клана молота собственно наследник это понятно да и тут готов и он путь войны то и так а условия для получения следующего уровня просто надо выиграть срока сражение потери противника больше 50 процентов быть атакующей стороной шанс 3 процента есть этот брат он может получить следующий навык случае удачи например удачного штурма шахты вот этой вот получит значит на право 3 процентам это маловато скорее всего скорее всего он получит ничего хотел ругнулся зачем такие парни хорошие фьють фьють какой-то до фри фьють путь тактика это что за херня такая даже третье знание тактик позволяет ваш полагается извлекать максимальную выгоду из ландшафта погодных условий военной разведки команды в обороне очки строительства осадной техники ну как бы вот не очень понимаю что за прикол такой мне кажется будет путь торговца там или губерна может какие то еще есть такие штуки да смотрите будь какой путь войны тоже но не суть не суть слушайте это круто я что-то вот в прошлых обзорах простите в прошлых обзорах на мертан и лорков не обратил внимание на вот такие трейты у товарищей но поверьте я приятно удивлён что сейчас это обнаружил возможно это добавить версии 2.1 и в 2.0 я их не видел не помню не точно не читал описание несут короче говоря это это крутяк ребят это прям я считаю что это большой плюс даже учитывая что у них в агентах как я считаю как я считаю большим плюсом должна быть тёлка здесь но тёлки нету красивые поэтому но этот минус не не ливируется нивелируется просто вот этим плюсом этих вы трейдов хватит короче чушь говорить приступаем приступаем к осмотру знать собственно чё у нас тогда по дипломатии все мы разобрались до 44 области нам нужно пережить гибель держав пофиг каких ну короче надо практически считайте захватить весь север гробницы там всякие так далее хардово играть я уже чувствую я чувствую что хардово даже сейчас скажу почему ну гляньте 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 друзья вот наш север да у нас на самом деле очень писюшная ситуация ну гробницы вальдемара там всякие гробницы акаши какаши вот это все это все надо нам захватить уже по условию все эти гробницы захопать гробницы с но снары там и бебебе берег какого-то в общем так далее лагеря там древние руины норманцев а кстати древние руины деревни норманцев древние руины вижу фигу читаю пищу какую-то вместо книги так полковой цорков вот он какой-то здесь то есть короче играть хардово по той причине что поселение орков нас окружает реально орки и они не просто какие-то статисты не прям будут действовать я я не знаю потащит ли он этих братанов от своих вот этих вот цвет вот эту херню на север чтобы нас тут раздавить всех что вполне реального может сделать я бы сказал даже в легкую или продолжит свои там непонятные завоевания будет есть пиага за орков играл я кажется тащил все обратно добил бы норманцев первым делом зеба закрепился и все и уже отсюда же снова пошел бы там найти все фарпост и так далее но кал компьютер будет своя логика и своя тактика свои свои скрипты поведения поэтому я не знаю как он будет действовать в любом случае играть реально сложно что вот эти вот такие гоблины и так далее у нас как бы три города с тремя с тремя наймами до найма дофига но денег нет ни хера то есть откуда их брать нападение на шахты разграбление шахта туда брать бабки и захватывать шахты клан ему молота и так далее ну блин короче играть очкова играть очкова я чувствую там пипец забудь можно можно забыть про мертану первой половине игры скорее всего пока мы здесь все не отобьем играя за вот этих skyrim овцев я хотел сказать ну да за северных этих пацанов нордмирцев но по я что потом надо будет идти в на юг и жарить мертану потому что союзник это такой ну не союзник он нихрена сто пудов мертана рано или поздно объявит войну норму тем больше до этого по истории у них была война между ними а вот с империей воевать уже 5 еще 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 жестче скорее всего но этого реально вполне реально поначалу очень будет сложно поначалу будет сука сложно вот так вот вот так ну что же давайте глянем на их войска и потом проведем собственно какой-нибудь мега штурм ну что ж смотрим на кланы нормара да у нас что получается фермеры там это понятно вооруженные пусками послушники что не понимаю а ну да конечно немножко нет выбрал одну секундочку вот так будет точнее не берем там этих эпох и берем дальше так у нас получается это фуфло 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 нормарские легкие воины 842 клановые миротворцы 511 но так принципе пойдут нормарский дозорные прям таки ух 372 клановые стражи с копьями понимаешь 714 это народ морские войны вот уже более-менее хотя все это по среднего плана получается стажники это у нас пикинеры неплохо по защите 14 ближний бой даже из них неплохо для пикинеров но опять-таки у всех пипец цены прям цены пипец и здесь вообще 1113 от от charge 8 хорошие войны норманские секера нос и да хорошие ребята тяжелые стражники нордмора элитные алибордисты 8 ближний бой классно 19 защита отлично и еще пикинеры они то есть вода и крутые парни убит орков ухты ёперный театр ветераны основной профессии который является убийство орков прием 1014 боевой клич пробивают броню не против кавалерии не работает но это их хрен с ним у орков там с кавалерии наверняка беда какая-нибудь крутые ребята это берсерки клана молода могут можно можно только в клане молотой купить видимо 11 ближний бой 17 защиты очень хороший charge 9 для пехоты это очень хорошо это прям зашибись для пехоты charge 9 мощная атака согласен пробивают защиту еще арт во всю берс берсы короче берсы одним словом тяжелые убийцы для 1218 charge 9 пипец слушайте тут такое ощущение что у нордмора весь упор сделан на вот такую тяжелую сука безумную пехоту берсеркеров таких вот у них упор на этом я думал что с лучником не говно скорее всего 1120 ёперный театр войны нормара тяжелым да ну они не берсы но защита кубай у них кавалеристов войны клана огня 1021 требуется клана огня на типу войны ух тоже бывают лично это персы крутые крутые ребята чарж слабенький вот чего например от этих парней у которых 9 например или вот этих вот убийц тяжелых 9 уже чарж тяжелый секера нос это же а не пикинеры не пикинеры кстати здесь понятно слушайте они не против против кавалерии как бы нет их нету зато у них тоже клич тоже они берсы чарж тоже великолепный в общем ближний бой 13 ёперный театр вот это снасям бы но они стоит блин полторы тысячи даже больше 1645 рублей дорого то королевский паладин и ясно это как эти это пикинеры мир то низкие да то есть это не знаю почему они здесь ну пусть будут до 22 считая 11 чарж не особо но они не для этого не чаржуют они скорее как защитники пешие паладины с вручными мечами вот чарж 10 ёперный театр 14 будет 20 защиты охренеть пробивает доспехи охренеть вообще крутые парни еще монастырь и нас и требуется чтобы купить нормарский народ нордмарские паладины кстати между прочим они я бы сказал они покруче даже чем пешие паладины но ну по защите чуть хуже видим что не знаю почему какой-то шлем у них похуже не знаю что но в ближнем бою они огонь ну и чарж отличный рудные по войны с двуручными мечами пипец вообще кланы шахт молотый ёперный театр 19 защиты 15 ближний бой 10 чарж крутые ребята да куда ни плюда тяжелый пехота у нормансов конечно прям но это да пешие в мир на низкие паладины и точно такие же как и у миртаны стреляют только здесь что-то на девятку стреляет там помню стреляли побольше помню них был не 9 помню них такой нормальный был выстрел магии наверное чуть чуть похуже чем мир танец и не помню честно не помню но в любом случае круто но стоит они племьем а три тонны сколько содержания там полторы стражи павильона хотел сказать сразу плавили 1121 то пикинеры 2000 рублей почти стоит крутые ребята тоже пешие норманский вождь это видимо охрана полководцев судя по количеству товарищей здоровье 2 да достаточно крутые ребята ну все вот я бы сказал что здесь у норманцев тяжелая пехота прям 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 наверное чуть ли наверное не лучше среди всех очень мощные ребята прям и как и водится кавалерии нету никакой есть только вот тяжелый кавалерий паладинов с копьем на перевес уничтожить любого врага по всей видимости это вообще охрана полководца ну я честно даже не могу сказать да нет ни не написано об этом вертанистские паладина возможно как наемники идут хотя нет ни наемники можно купить так поехали лучники охотники норма спроса калищи по сравнится всеми остальными прям совсем кошмар легкие лучники тоже 2 дальний бой это ни о чем 3 тоже говно ребята но ее мои ну будьте посмелее 4 ну что ж такое-то ну бьют хотя бы на большие расстояния 4 ну и блин охотники кланов волков но вот эти хотя бы ничего правда мне кажется они в рукопашки вон на 3 единицы сильнее чем в дальнем бою ну блин просто бьют на дальнее расстояние колышки например не ставят хотя здесь наверное не особо это и нужно паладина арбалетчики хотя как если бороться смертаны у них там кавалерий там ёшкин-матрёшкин тяжелые стрелки способны и служить врага еще до открытой схватки да ну не знаю плюс 77 до 7 принципе это хорошо да лучника бьют на большие расстояния пробивать доспех да нет не пробивают 23 защита у них да им бояться нечего ближнего боя ближнего 11 неплохо так простите долбаные шахты так а ну это магия у них тоже тут урон такой же как у остальных там 26 там 24 25 понятно маги мощный ребята классический набор осадных тем но всякие дебилы в наем даже достаточно много разных дебилов не так интересно все это остальное наемники не интересны да да ну что ждать посмотрим попробуем немножко поиграть вы не сможете миссию фунтах существенно вкрутошки скорее всего нереально я думаю нет попробуем забрать да попробуй ну и к сожалению сожалению я кстатирую тот факт что здесь видите вот как это шахтами шахты мертана или как там называется да вот этот не мертана шахты этого молота нихрена это не шахты а просто большой город ну никак не реализовано на тактической карте к сожалению к сожалению что поделаешь что поделаешь да ну ладно нет так нет дать с другой стороны зайдем да здесь можно зайти с другой стороны можно конечно можно и нужно а здесь ездить вход еще страны нет нет есть есть двух сторон но пусть двух сторон и поедем хорошо сейчас раз нами продолжим да и к сожалению в этой версии 213 как видите начинается тот же баг что есть в эстеросе определенного момента ничего нельзя сделать юнитом никак не расставить его видите вот так вот вот такие пироги да то есть свидание коли сразу и так далее общем все остальное я думаю что это и здесь же ничего нельзя сделать не отпустить не распустить ничего вот так вот вот так вот ну ладно поехали посмотрим так сразу идем забираем там вообще плевать на все на все ребята начинает 1 5 кстати что хорошо здесь сразу в бой юперный театр давайте все поехали стреляют далеко дают смотрите-ка прям дух все практически далеко далеко стрелять стрелять на весь уж стрелять и стрелять и тоже давайте вот эти не стреляют далеко но и наверно кидает палки я так понял да нет арболитчики далеко не но далеко не стреляют да вот так вот рассыплем себя им поближе вот сюда вот так 2 не стоим стоим скучаем тоже беремте больше никого нету пока не мере пока не ну как нет же сказать стенами стоят стенами стоят прям собрались орки все встали конечно нет конечно мы тупим блять не встали встали но один что-то отстал вернись строй чмошник так обстрел идет это наш главное что главным кто кто у нас главного здесь прям такой похоже на эльфийских пацанов таки ух ну ладно так 2 не обязательно же рассекаться рассекитесь на всякий случай и давайте поехали рудакопы пиздец конечно чужой вы же не на юге ребят вам же прям холодно еще такие большие кирки носите с собой так доехали слушайте крош это нормально этих парней то блин сведут они мощные клана молота 15 защитную их сносит ё-моё нормально постреляли куда ехали себя посмотрим на вас вблизи карбалетчики это обстрел ведут на что живет обстрел про то жиденько как-то стрелять и стреляют монголы особенно вот эти непонятно куда попадать что ли до попадают смотри по кому-то ведут стрельбу хорошо ворок и спалили таран твою мать все отступайте чужую ступайте назад бегите блин тут так как не спалили таранет обидно будет а кто-то случайно пусть меня обратно разведчик корков пробьете нет или сожгут вас нахрен о нет непонятно побыстрее давайте давайте ребят побыстрее вы убежали хотя убежали убегут бегут на их под обстрелом убегут не все так ребята забрались их стал 136 ну покрошили нормально чем 15 убили забираются наверх приготовьтесь следующие банки сюда тоже пойдете генерал тоже пойдет сюда да и вы собственно пойдете тоже сюда быстрее пожалуйста спрашиваю как дела у наших дураков никак блядь хе-хе-хе просто никак ворота не понимая сломали ворота или нет вот убежали все побежать ее моя давайте ребята до дпн держитесь пожалуйста разведчики сейчас насуют я чувствую а чачать какого хрена какого хрена они все в порядке давайте ребята спрыгиваем работаем все дефенс конечно нормально нормально держится так следующий следующий парни вот сюда давайте здесь драка идет нет непонятно тупят как обычно с бачку и вот сюда с бачку вот сюда давайте расфасовываемся давайте ребята ну давайте давайте пожалуйста ну ёперный театр ну что ж такое то а сюда прям сквозь ряды проходим сквозь ряды бежим невзирая ни на что вот заставьте их все давать сюда вот молодцы ёперный театр хихих пикинёров завалили всех нахуй ладно тестик тестиком чего пикинёры собираются еще брать крошит блять крошит просто их-то разведчиков не могут добить ё-моё дозорный орков тяжелая пехота отступают отступают давайте бля давай ломанули все а пошла жара нет конечно это все тупняк тупняк дикий про дичайший тупняк по той причине что конечно я так не не стал бы атаковать поселение противника таким вот ужасным способом да конечно через ворот в таком городе я бы не пошел просто нафиг нафиг на полят вообще просто это компьютер так любит идти на них вот это вот говно выливается и просто куча народу тут все понятно в короче крут крутые не крутые а все равно их сносит 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 плюс баг вот обнаружен например опа увидели да вот такие пироги магов на начальном этапе я чуть не увидел у нордморцев наверное их начал видеть это скорее всего вот так вот так вот лучники ну не знаю хорошо они сейчас были здесь возможно они были бы хороши если бы я стрелял как-то на центрированно то есть определенным образом а чё это мы не стреляем пойти поближе и начните стрелять вот по этим ребятам например а помощь бежит до него тут ясно все тут все ясно мы типа и прошли куда-то но помню прошли мы ни хрена никуда давайте залезать из пусть быстрее хепки придурки и ума и давайте вас уже сожгли почти всех я прошли по моему пути нет сейчас еще хоть говно высыпется и все кого не останется побыстрее давайте так тык тык-тык-тык-тык-тык мне не дают слушайте краш воров 117 держится ё-моё до сих пор нет тут тут нереально мои моих тут тут кончат кончат нахрен моих ребят конечно и здесь вовсю короче сносит хотя ну тут армалички были понятно что стрелки всякие там и так далее ясно что они вот тяжелый пехота крыш воров подошла да давай вали ясно что взятие вот этой крепости она этих шахт надо проводить более организованно они так насколько попробовал его забрать и скорее всего нет а может и выйдет на потери будут просто настолько безумными что пипец да ну ладненько 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 прохладненько да к сожалению обнаружили что вот например шахта клана молота до которого так вот имеет определенную текстуру здесь на стратегической карте на тактической не имеет собственно никакой индивидуальной текстуры сожалению здесь нет таких таких развлечений как в том же моде по василину колец где каждое ключевое поселение том же таки там да тут что какой-нибудь аббатом или какой-то минастерий ты еще что-нибудь черные врата там долгундур даже просто какой-то город эльфов если он город эльфов там даже эльфийская архитектура а здесь классическая классическая ванильная этого здесь конечно нету шкурок сожалению для ну если можно так сказать шкурками да шкурок для городов так на тактической карте к сожалению нету возможно их просто вот вообще типа нету хотя не знаю возможно по итогу бы на делы немецкие славятся своей дотошностью они возможно потом чуть придумают придумают или просто это вот только вот здесь вот может в каком-то месте все-таки по-другому немножко не знаю не знаю не знаю не могу не могу точно сказать не владею информацией про все остальное гробница вот например гробница инара вот какая вот она вот что вот гробница просто гробницы или что-то конкретное здесь вот интересно какая-то комет в любом случае можно не сегодня дойдем и шахты вот шахты вот какие ладно вот так вот вот так вот вот так вот вот так вот ясно что за клан нордмора играть прям реально хардови мне кажется намного хардови чем замерта ну или за северных орков потому что поначалу у нас сразу окружает враги плюс те бандиты гоблины и всякие твари еще крутые войска строится четыре там пять ходов ты просто жизнь какая-то ну и а крутые как показала как сказал бой крутых так моих пацанов тоже сносит вообще сносит в легкую играть за них хардова закладов вот да и этот парень с умным лицом не даст соврать да я я ну что ж друзья ставьте лайк если вам понравилось это видео подписывайтесь на канал обязательно комментируйте любите эту игру а с вами был доктор труф пока пока до следующих встреч